Вечер Добрый на канале Ника Плюс, время информационной программы ПТЗ Говорит. Я, Алена Сянця и мои коллеги расскажем вам о важных и интересных событиях уходящего понедельника. Деятельность Павла Санберга на посту директора МОП «Петрозаводские энергетические системы» должна быть приостановлена с 10 февраля. Об этом глава города Ирина Мирошник сообщила сегодня на встрече с журналистами. Прокуратура установила, что Павел Санберг грубо нарушил порядок выплаты денежных средств. МОП «Петрозаводские энергетические системы» в 2016-2017 годах заключила для своих сотрудников два договора на услуги добровольного медицинского страхования на сумму более 2 миллионов рублей. Часть этих денег ушла на стоматологические услуги для Санберга. Кроме того, он ездил в командировку в Москву в вагоне СВ вместо Купейнова. Более четверти миллиона рублей муниципальное предприятие потратило на содержание команды по игре в футбол. По словам Ирины Мирошник, уведомление о расторжении контракта мэрия направила Санбергу в минувшую пятницу. При этом мэр оказалась не в курсе, вернул ли провинившийся депутат незаконно потраченные деньги. Она предложила дождаться окончания следственных мероприятий. Троллейбусное управление хотят задавить. Об этом говорят сами сотрудники предприятия. Путь исследования урезаны, а маршруты дублируются автобусами, которые ездят чаще и стоят дешевле. Курсировать по новому троллейбусы начали с 25 декабря. Изменилась и стоимость проезда с 20 до 25 рублей. По словам кондуктора, еще недавно за смену удавалось продавать около 450 билетов. Сейчас выручка упала почти в 10 раз. Ну просто катаешься и сердце рвется. За 50 минут, которые отводятся на рейс, мы собираем где-то 7-13 билетов. За смену 47, около 75 билетов, не более того. Потому что все маршруты друг друга дублируют. По словам работников, на каждый троллейбус есть автобус с таким же маршрутом. Но с декабря путь исследования электротранспорта сильно урезали. Напомним, это случилось из-за запрета движения по трем городским мостам, которые недавно признали аварийными. Это просто выдумка с этими мостами. Город не готов, финансирования нет. Мосты закрыли, маршрутки ходят, большогрузный транспорт через эти мосты ходит. Троллейбусом почему-то нельзя. Закрытие мостов, это получается, идет выдавливание, просто троллейбусное движение из города. Просто выдавливание. Скоро месяц будет работаем. С таким минусом. Ну, вы сами знаете, просто людям. Мы катаемся, обзорная прогулка по городу получается. В мэрии запрет объяснили так. Там осуществляются перевозки той тонажности, которые разрешены. Троллейбусы не попадают туда однозначно. Сегодня в администрации заявили, что город получил 50 миллионов рублей на создание проектов по ремонту мостов на Кирово и Мерецкого. О самой реконструкции речи пока не идет. Тем временем в троллейбусном управлении поменялись не только маршруты, но и график работы. В два часа начинаешь работать, час пик, когда нужно работать с пассажирами, половина троллейбусов становится на обед. То есть вот это с пяти до полседьмого сделано так, что вот, ну, сами понимаете, да, пусть работают маршрутки, а вы идите кушайте. Сотрудники уверены, что сейчас троллейбусное управление стоит у последней черты. Люди могут остаться без работы. Сегодня на предприятии числятся около 600 человек. Маргарита Михайлова, Александр Борисов, телеканал НИКО+. Программа ПТЗ говорит. Подробнее о ситуации в троллейбусном управлении в материале наших коллег на сайте ПТЗ говорит. Останемся без хлеба, а народ без работы. Жители Суаярви в социальных сетях выражают несогласие с решением властей продать местный хлебозавод. Напомню, заявки на участие в торгах принимают до 23 января. Фонд госимущества оценил предприятие почти в 23 миллиона рублей. В соцсетях появились комментарии жителей Суаярви, которые не согласны с решением о продаже хлебозавода. Сначала нашу птицефабрику слели, а теперь и до хлебозавода добрались. Если не дай бог продадут, останемся без хлеба, а народ без работы. Последнее предприятие тех времен. Сейчас желающих не будет, цену скинут в половину и купит тот, кому нужны гаражи, машины и так далее. Когда закроют хлебозавод, сразу хлеб в сетях станет дороже. Надо отстаивать, обязательно. Хватит банкротств, надо искать помощи, и это предприятие дает не только продукцию, но и рабочие места. Но почему надо продавать? Правильные слова сказал Мазуровский. Передайте Суаярвскому району. Разрушить и продать проще, а там вообще ничего не останется. Депутат законодательного собрания Андрей Мазуровский считает, что вопрос о приватизации предприятия необходимо пересмотреть. Продажа завода – это ошибка. Это единственное предприятие, которое динамично, несмотря на свое малость, развивается. Его продукция сегодня поставляется даже в Петрозаводск. Вы знаете, я несколько раз встречался с этим коллективом. Люди просто очень боятся, что придет новый хозяин и все переделает. А единственное предприятие, которое хоть как-то дышит в этом городе, будет потеряно. Мы связались по телефону с директором хлебозавода, чтобы узнать, какая сейчас ситуация на предприятии. Особенно после сообщений о продаже завода. Никоим образом эта информация на работе предприятия не отразилась. Предприятие находится в рабочем режиме. Продукция выпихает реже в суточные, днем и ночью. Реализовывается в районе, реализовывается в городе Петрозаводске. Паники на предприятии нет. Все планы, которые мы наметили в 2018 году, они будут распространены. Напомним, Суаярский хлебозавод начал работу еще в 44-м году 20-го века. Он успешно работал во времена Советского Союза, сумел пережить лихие 90-е и адаптируется к требованиям нового времени. В его ассортименте 41 наименование хлебобулочной и 38 наименований кондитерской продукции. А это полторы тонны изделий ежедневно. Завод недавно обновил хлебопекарную печь и машину для производства кондитерки. Приобрел три транспортных средства, открыл три фирменных магазина в Петрозаводске и построил кафе в Суаярве. В жилом комплексе «Большая Медведица» на Старой Куковке наступил конец света. Осенью прошлого года жители новостроек на улице Котовского и Белинского остались без уличного освещения. Администрация города отказалась принимать сети на свой баланс. Людям пришлось выбирать – либо платить за фонари из собственного кармана, либо блуждать во мраке. Как только солнце заходит за горизонт, двор дома номер 15-Б по улице Белинского погружаются во тьму. Единственные источники света – горящие окна и вывеска соседнего магазина. Уже в 16.00 двор пустеет. Прогулки в кромешной темноте – удовольствие сомнительное. «Ну просто, знаете, элементарно страшно. Во-первых, очень скользко. Ты идешь, и ты не понимаешь, куда ты наступаешь. Гуляем мы с детьми на площадках, и когда они не освещаются, это становится также очень травмоопасно. Поэтому гулять в вечернее время уже не хочется». По словам местных жителей, фонари погасли 7 ноября, поскольку администрация города отказалась принимать сети наружного освещения на свой баланс. В мэрии уверяют, что во всем виноват застройщик, который не удосужился передать электрооборудование городу. По словам руководителя управления городского хозяйства, жители некоторых старокуковских новостроек уже решили проблему самостоятельно и платят за уличное освещение сами. «Плата составляет примерно 30 рублей дополнительно в месяц с каждой квартирой, не такая большая сумма. Поэтому проводят нищие собрания. В том случае, если по результатам собрания будет положительный решен этот вопрос, жители возьмут себе, то тогда проблема исчезнет сама по себе. Если же все-таки жители проголосуют против на собраниях, такое тоже может возникнуть ситуация. Тогда уже мы будем решать вопрос, помогать жителям. Мы, естественно, эту ситуацию не бросим». Как нам удалось выяснить, ситуация с Большой Медведицей – не единичный случай. С такой же проблемой столкнулись жители новостроек на улице Софьи Ковалевской и набережной Варкауса. Кто-то даже пытался судиться с администрацией. Однако особых успехов на этом поприще не достиг. Несмотря на заверения чиновников, негласный закон «Плати или живи во тьме» пока еще никто не отменял. Подробнее о проблеме с уличным освещением в материале нашего журналиста Антонины Кябелевой вы найдете на сайте «Петрозаводсговорит». Статью «Разборки у фонарного столба» смотрите в разделе «Подробно». Стеллу с часами, которую в народе прозвали «Биг Беном», мэрия сносить не будет, чтобы не оставлять воронку посреди площади Гагарина. Городские власти заверили, что реконструкцией при вокзальной площади займется Октябрьская железная дорога. А теперь к другим, не менее важным и интересным событиям. Жители домов по Октябрьскому проспекту улицы Ломоносова, Белинского и Димасканина, которые ждут расселения домов по суду, записали видеообращение к президенту страны, в котором сообщают, что у администрации Петрозаводска нет денег на покупку квартир для них. Владимир Владимирович, пожалуйста, примите меры по нашему заявлению. Ведь мы имеем законное право на получение благоустроенного жилья. По состоянию на 1 января этого года в Карелии 75% работников бюджетной сферы получили зарплатные карты Национальной платежной системы МИР. Гознак выпустил мобильное приложение, с помощью которого можно определить подлинность новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Приложение будет доступно для скачивания с 18 января. По информации правительства республики, интерес туристов в Карелии растет. В начале этого года наш регион посетили 35 тысяч туристов. Традиционно самыми популярными объектами посещения стали горный парк Русскеала, заповедник Кивач и остров Кижин. В интернете набирает популярность видео с выставки открывалок для бутылок. Экспозиция появилась в магазине поселка Салми. Карельский предприниматель собирал открывалки 15 лет. Здесь около 2000 открывалок. Коллекция была создана специально для людей, чтобы они смотрели, радовались. Музей изобразительных искусств Карелии открывает для старшеклассников и студентов студию «Арт-стажер». Она начинает работу 17 января. Студийцев ждут увлекательные экскурсии, посещение мастерских художников, занятия с ведущими специалистами музея ИЗО и, конечно, участие в «Ночи музеев». Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Я, Аля, Несентья, с вами прощаюсь. Смотрите нас завтра в это же время. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok